А вы, кто будет выступать? А куда идем-то? 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Среднеколымский, Аймеконский, Верхнеколымский, Абыйский и Верхоянский районы Улусы. Представители, делегаты со всех 13 районов сегодня у нас представлены на нашем съезде. И итоговые документы, информация о нашем съезде обязательно будет передана для жителей отдаленных наших северных районов, которые ждут информацию о работе съезда. Поэтому сегодня в Республике совместно с Союзом Эвенов Республики дружно работают 13 районных ассоциаций Эвенского народа во всех 13 Улусах. Надо отметить, что также формируются и юридически регистрируются наслежные ассоциации Эвенского народа, такие как, например, Улхан-Чистайская наслежная ассоциация, которой в этом году исполнился один год. Но они очень активно начали свою работу. Благодаря общественной деятельности, творчеству и энтузиазму Эвенской интеллигенции и всего Эвенского народа, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности Эвенов, этнокультурная ситуация в целом стабильная. Сегодня я попытаюсь рассказать немного об основных моментах. Первым делом членами правления после избрания на 4-м съезде Эвенов Республики Саха-Якутия, который прошел 30 октября 2014 года, на котором съездом была на нас возложена обязанность юридически зарегистрировать общественную организацию со своим уставом и банковским счетом, что мы успешно и сделали. 15 марта 2015 года в торжественной обстановке мы получили документы о юридической регистрации нашей общественной организации Союз Эвенов Республики Саха-Якутия. И вот на протяжении этих предыдущих 4,5 лет наша общественная организация имеет свой устав, по которому мы действуем, и также свои документы финансовые стоим на учете в налоговом органе, и наравне уже с другими юридическими лицами, организациями работаем на общественном поле нашей республики. Членами нашей организации являются все Эвены, которые живут в нашей республике, в 13 лусах и в городе Якутске. По основному документу устава нашей организации, наши полномочия рассчитаны на 5 лет до 2019 года. Это дало нам возможность принимать участие в грантовых программах, грантовых проектах. За отчетный период мы разработали, защитили и реализовали 4 крупных проекта. Первый проект, это «Потомки умчени», был направлен на приобщение эвенского населения к ценностям духовной и материальной культуры, к национальным промыслам и традициям на пропаганду эвенского языка и культуры, обычаев и обрядов. Нацелен он был на возрождение эвенских национальных праздников, их сохранение и развитие, а также на ознакомление с национальной литературой и восстановление традиционных эвенских имен. Это был небольшой пробный грант, который мы в первый раз написали, защитили, очень волновались и на удивление он очень хорошо у нас пошел и мы, воодушевленные этим проектом, решили продолжить свою работу. В проекте «Потомки умчени» мы каждый свой проект называли эвенским названием, чтобы было красиво, доступно и сразу позиционировало нас как эвенов. Проект этот «Потомки умчени» в основном состоял из нескольких взаимодополняющих мероприятий, включающих в себя поездки и совместные плановые мероприятия. В конечном итоге мы полностью, он, проект оправдал наши задачи, которые были поставлены, и мы достигли всех целей, которые наметили в этом проекте. Удачный проект позволил принять в нем участие большого количества, больше 300 человек приняло участие в этом проекте. Время реализации было с марта по декабрь 2015 года. География проекта составила Республика Саха-Якутия, город Москва, Хабаровский край. Мы даже за пределы республики вышли с этим проектом. Второй проект был с 30 ноября по 5 декабря. Это был второй наш проект, он уже большой. Куртур-Эвенская филология, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Вместе разработали всю программу, и проект удался благодаря сплоченности, ответственности всех действующих лист-проекта. Новый рисунок фольклоры Эвенов – это оригинальная, отличающаяся яркой самобытностью и богатая часть общего культурного населения Эвенского народа. Вершиной устного народного творчества Эвенов считается эпическое произведение. Специалисты в конце прошлого века уже отмечали эпическую фольклорную смерть у таких тунгусо-манжурских народов, как негидальцы, ороки, салоны и другие. И поэтому сегодня надо отметить, что эпическая фольклорная традиция стоит на грани исчезновения и у таких тунгусо-манжурских народов, как Эвены и Эвенки. Из Среднеколымского района Хабаровская Анна Ивановна у Эвенов пока функционирует эпическое исполнение, как важный компонент фольклорной традиции Эвенов. Получая хаичный эпос нашего народа. Поэтому этот проект «Золотое слово» явился очень своевременно. Также молодые носители языка, молодые носители культуры, такие как Максим Ильич Дудкин, Активрина Руслановна Новосельцева, Айталина Иннокентьевна Баишева, Светлана Павловна Хабаровская, имели возможность воочию соприкоснуться именно с теми людьми, которые могут в полной мере показать, отобразить, рассказать, спеть наш эпос. Для них это была большой школой. Я думаю, что проект «Школа сказительства» должен получить свое развернутое продолжение. И по новому правлению, новому руководству Союза Эвенов я бы предложила написать в следующем году такой проект, который бы охватывал не только сказителей, но и запевал хороводного танца «Хэйджен». На решение этой проблемы и была нацелена реализация проекта «Школа сказительства» Менен Турен. Он состоялся при поддержке Государственного комитета Республики Саха-Якутия по национальной политике. По окончании школы также были вручены сертификаты, создались аудио- и видеофонд Музея музыки и фольклоры и НВК Саха. 2017 год был для нас всех очень позитивным, богатым на события и мероприятия. Члены правления Союза Эвенов Республики Саха-Якутия, уже опытные активисты, в этот год провели очень насыщенно. Каждый год в январе месяце, даже в декабре на координационном совете нашей большой ассоциации, мы представляем годичный план работы наших организаций. То есть буквально по каждому месяцу расписаны мероприятия. В течение месяца обычно это 2-3 мероприятия и 2-3 в течение года больших мероприятий бывают. Устоялись календарные праздники, которые мы проводим постоянно. Есть праздники, которые уже имеют свое место и проводятся традиционно. Это неделя декада родного языка в феврале месяце, потом в мае месяце новый воссозданный праздник, обрядовый праздник Эвенов Аянгамялани под руководством Зинаида Платоновна Никулиной, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия. Это возрожденный обрядовый праздник мы проводим для нашей молодежи, чтобы они могли впитать, понять, принять в себя обряды и традиции своего народа. Кстати, этот праздник с большим удовольствием посещают молодежь и они получают большое удовольствие от того, что в этот день мы приветствуем пробуждение нашей природы красивой и получаем заряд на следующий год. Также проводится ежегодно традиционный праздник встречи Нового года Эвенек. Это праздник в начале, когда мы первый год проводили его, мы сделали его с размахом. Мы решили возвратить первый раз обряд встречи Солнца, таким, каким он должен быть. Обряд преклонения огню, обряд спрашивания благословления, обряд кормления реки, духов реки. И, естественно, два дня, которые мы провели на природе, поставили свои палатки, чумы, варили мясо, встречали, проводили обряды. Этот праздник появился очень вовремя и получил массу положительных отзывов от участников. Первый праздник собрал вокруг себя 235 человек. Для нас это большое количество людей, которые посетили наш праздник. Потом, в прошлом году Эвенек, тоже решили заключительный праздник сделать в виде двухдневного праздника, где можно проводить обряды, в Долбурге, которые мы каждый год вешали. Для нашей молодежи в основном воспроизведенный эвенский обрядовый праздник Эвенекунт. Поэтому тут также получилась очень интересная ситуация, что для нас это было открытием, откровением. Поставили настоящий чум, настоящую ярангу и готовили блюда национальные. Надо отметить, что по итогам этого праздника вышла большая передача Эвенекунту про эту свадебную серемонию. И этот проект у нас получил звание лучшего проекта года среди некоммерческих организаций, итог которого подводится в январе месяце Домом Дружбы Народов имени Кулаковского. В рамках юбилейных мероприятий по решению Координационного Совета Ассоциации мы провели выездное заседание на родине Василия Афанасьевича в Среднеколымском районе. Посетили и работали в селах Налимское, Хатаннах, Березовка и в городе Среднеколымск. Это мероприятие было организовано за счет грантовых средств Министерства по развитию институтов гражданского общества. Мы провели фольклорный праздник пробуждения природы Аян-Намялани совместно с фольклорным ансамблем Долгунча и Молодежным Советом Ассоциации. Также Союз выступил в 2017 году организатором праздника коренных малочисленных народов Севера «Светение тундры» на местности Исхатын по специальному сценарию. Также актив Союза принял активное участие в работе Съезда Ассамблеи народов Севера в июне 2017 года. Мы оформили свой съезд, стенд, где представляли образцы материальной культуры своего народа. Делегатами съезда были избраны шесть человек от Союза АВНов Республики Саха-Якутия. В тот же год по инициативе Министерства по развитию институтов гражданского общества в составе организационного комитета мы приняли участие в организации благотворительного концерта в помощь пострадавшим от паводка жителям села Березовка. Общими усилиями нами собраны средства в размере более миллиона рублей. Эти деньги направлены на поддержку жителей села Березовка. Это для них явилось большой поддержкой, подспорьем, потому что беда пришла неожиданно. В тот год выпало очень много снега. Когда мы ездили три раза из-за того, что дорогу не могли проделать до Березовки, пробить до Березовки из-за высокого снега, мы в тот год три раза пытались улететь в Средниколымск, добраться до Березовки. И только в апреле, в марте месяце дорога была готова, и в начале апреля мы смогли доехать до села Березовка. В 2018 год для нас был тоже очень интересным. Так как мы были уже более опытным правлением, нам удалось правильно спланировать свой календарный план года. Поэтому мероприятия, которые мы проводим традиционно, они проводили свое время. Люди, члены правления, которые были ответственны за эти мероприятия, они уже знают все свои обязанности. И поэтому мероприятия этого года, 2018, мы проводили очень активно, хорошо, спокойно, с большим удовольствием. И с каждого мероприятия у нас собирало все больше и больше заинтересованных людей и лиц. Надо отметить, что за все годы работы нашего Союза, правления Союза Эвенов, большое внимание, большую любовь мы оказывали нашей молодежи. Потому что именно наша молодежь, активная, передовая, селеустремленная, наши студенты, рабочая молодежь, это наша опора и продолжение, наша надежда на будущее. Поэтому в своей работе главный, важный упор мы делали на работу с молодежью. Ни в коем с ним, они сегодня с удовольствием пишут песни, работают на этой аппаратуре. Также активно принимали участие в спортивной спартакеаде Ассамблеи народов Якутии. Наши спортсмены выиграли первенство по перетягиванию палки в тяжелом весе. Также играли в нарды. К сожалению, пропустили футбол, хотя мы делали упор на этот футбол, потому что в это время как раз на Сехаланху уехали наши футболисты. Так что Рубик, человек, который, несмотря на свою занятость, он был уполномоченным по правам КМНС, очень занятый был. Он очень активно принимал участие в работе нашего правления. И сегодня я большую благодарность, сердечную выражаю своим коллегам, своим соратникам, своим сородичам правлению нашего союза АВНов Республики Саха-Якутия. Итак, я бы хотела поблагодарить наших активистов, председателей из 13 ассоциаций нашей республики, из 13 районов и улусов, которые сегодня мы, объединившись, работаем вместе. Это, я считаю, одно из самых больших достижений нашего союза, за то, что мы собрали, соединили 13 ассоциаций нашей республики. Большое спасибо председателям, это все общественники, люди, которые на общественных началах проводят мероприятия, работают, пишут гранты, оформляют документы. Бывают и радостные моменты, делятся с нами. Мы с большим удовольствием рассказываем эпидемию информации о работе улусных ассоциаций. И сегодня можно с гордостью сказать, что активно функционируют 13 ассоциаций Республики Саха-Якутия. Благодарю вас всех. Спасибо большое. Желаю нашему съезду плодотворной, активной, красивой работы, чтобы мы пришли к полному взаимопониманию, приняли итоговые документы нашего съезда, внести все свои чаяния, все свои пожелания в декларацию нашего съезда. На выступление можете записываться в секретариате. Спасибо большое. Ну и думаю, что вы по праву оцените нашу работу, нашего правления. На этом все. Желаю успешной работы. У меня Голомаревой. Уважаемый Сиез, высокий Сиез Эвенского народа, уважаемый Андрей Васильевич, Наталья Дмитриевна, Михаил Александрович и делегаты съезда. От имени Государственного собрания Илтумен, председателя парламента республики Петра Васильевича Гогулева разрешите зачитать приветственный адрес. Уважаемые делегаты и участники 5-го съезда Эвенов республики Саха-Якутия, от имени Государственного собрания Илтумен я от себя лично поздравляю делегатов и участников с открытием 5-го съезда Эвенов республики Саха-Якутия, самобытная история, культура, язык, хозяйственный уклад иренского народа являются уникальным богатством, важной, неотъемлемой составляющей многонациональной России. Республика Саха-Якутия является признанным лидером в подставивании прав и интересов коренного населения Севера, в постановке и практическом решении целого ряда проблем социально-экономического и культурного развития малочисленных народов Севера, установлении партнерских отношений с государственными и общественными, организациями всех уровней в сфере интересов народов Севера. В настоящее время 2020 года при Государственном собрании Утумен Республики Саха-Якутия действует Ассамблея депутатов-представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, поднимая проблемы, касающиеся защиты интересов коренных малочисленных народов Севера, в том числе в области недропользования, природопользования, сохранения традиционных промыслов, духовного наследия, самобытной историко-культурной среды, мы вместе находим пути их решения. Уверен Васильевич Гоголев, председатель Государственного собрания Утумен Республики Саха-Якутия. Я шестой год руковожу профильным комитетом Государственного собрания Утумен Республики Саха-Якутия по вопросам коренных малочисленных народов и делам Арктики. Этот комитет был инициирован и нашел свое место в том пространстве нашей страны. И вот как говорит руководитель нашего парламента, наши законодательные инициативы всегда интересны, они воспринимаются руководством и федерального, и республиканского уровня. И мы должны быть благодарны нашим ветеранам, которые стояли у истоков создания всех ассоциаций коренных малочисленных народов, ну и, конечно, профильного комитета, который сегодня... Нигде такого комитета на уровне законодательной власти нет, ни в одном субъекте. Это только в Республике Саха-Якутия. Давайте с высоких трибун собираемся отдельно-отдельно. Юйчок, тоже Андрей Васильевич, столько сделано за эти годы. Я вот слушала доклад, все то, что Наталья Дмитриевна говорила, просто некрасивые слова были. Это все то, что есть в нашей жизни. И вот как Вы, вот Якутия, добилась того, что впереди Вы всех субъектов Российской Федерации в отстаивании интересов коренных малочисленных народов. В чем причина? Вы назовите, пожалуйста, говорит. А я говорю, это в том, что у нас были лидеры, которые на себя взяли ответственность. Возложились на себя ответственность за судьбу своего народа. И они обучались в Санкт-Петербурге. И по всей стране разъехались. Это наш писатель народный, Андрей Васильевич, это одно время обучавшийся и сегодня работающий на своей родине. И Айпин Иремей Данилович до сих пор, вот как наш Андрей Васильевич, держит флаг ханты-манцы у себя. Поэтому субъект, субъект, субъекту не ровнень, а они разные. И от того, что как там решались, именно от людей зависело. И мы сегодня в высокой трибуне съезда Эвенов, пятого съезда Эвенов, я могу так искренне сказать слова благодарны от тех коренных малочисленных народов, которые проживают в нашей республике. Мы состоялись на отдельной как ассоциации, представляем свою культуру, свой народ. И где бы ни приедет, любой улус из 35, наше лицо есть, и мы присутствуем. Мы не растворились в толпе, так сказать, есть. И это зависит, конечно, от отдельных личностей. Но самое главное это оленеводство. Вчера мы поправку вносили по приобретению оленей. Вот слова Андрея Васильевича, есть олены, есть народ, нет оленей, нет народа. Мы везде об этом говорим. И в работе пытаемся решать те проблемы, которых мы вчера круглый стол был. Я ознакомилась с резолюцией. Ну и самое главное, что мы сегодня должны сделать, это закрепить основательную. Если территории традиционного правдопользования 59 местного значения законодательно, кадастром мы закрепили за собой, да, за собой, то теперь надо работать над тем, чтобы родовые общины имели, муниципальные унитарные предприятия, которые имеют территории для сельхозназначения имели. И все это закрепите. А на это нужны деньги, финансовые средства. Ну и в работе, вот мы должны понимать то, что законы это правила жизни. И правила жизни нашей ежедневной, повседневной устанавливаются законами. Поэтому я очень благодарна тем людям, которые помогают в этом законодательной деятельности нашего парламента. Очень мы благодарны тому, что Айсен Сергеевич, глава республики, назначил заместителем главы, ой, министра нашего Михаила Александровича Погодаева. Миша, это человек международного уровня. И за эти годы сделал столько, сколько, может, но потом это мы поймем, но это на мировом уровне он поднял статус оленеводов, оленеводства вообще. И есть сегодня карта мира, в которой мы видим, где есть олени, где есть какие проблемы. И вот на этой карте мы видим Якутию, а Якутия сегодня с вопросами многими. У нас идет снижение количества оленей. В чем причина? Вот здесь мы должны на уровне съезда говорить на эту тему. И я заверяю вас в том, что по итогам резолюции съезда мы обязательно потребуем, чтобы на уровне председателя правительства Солодова по резолюциям трех съездов сегодня, это второй съезд идет, еще Юкагиров должно быть, Вандрюшкина. И обязательно мы над этим вопросом будем работать, как ассамблеи депутатов при правительстве. И вот ваши вторые я бы хотела сегодня вручить высокую награду Государственного собрания Юфтумен. Вот подожди сейчас, почему вот эта грамота вручается этому человеку? Он на общественных началах от чистого сердца помог родовым общинам, когда сложно было оформлять документы, уставы, ездил туда, вот мерил эти территории, главами разговаривал на слегов района. И мы им очень гордимся. И если есть у нас сегодня более 300 родовых общин на уровне республики, то где-то, наверное, 90 или 100 даже с лишним оформлены под его руководством. Пожалуйста. За заслуги в области социально-экономического развития Республики Саха-Якутия почетные грамоты Государственного собрания Юфтумен Республики Саха-Якутия награждается Лебедев Анатолий Захарович, глава муниципального образования, уяндинский национальный наслед усть-пьянского улуса района Республики Саха-Якутия. Анатолию Захаровичу пожелаем успешной работы. Мы очень болели за него. Со всех концов нашей республики шли это запутствие и пожелание населению, чтобы его избрали главой наследия. Он сегодня оттуда помогает нам все равно, где бы он ни находился. Спасибо. Удачной работы съезду. Слово для приветствия и вручения наград предоставляется заместителю министра по делам Арктики и вопросам народов Севера Республики Саха-Якутия Михаилу Александровичу Пагадаеву. Анатолию Захаровичу пожелаем успешной работы. Анатолию Захаровичу пожелаем успешной работы. Уважаемый Андрей Васильевич, уважаемая Наталья Дмитриевна, дорогие делегаты, участники Пятого съезда Венов Республики Саха-Якутия, позвольте от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера и от себя лично поздравить вас с Днем Арктики в Республике Саха-Якутия и поприветствовать вас на Пятом съезде Венов Республики Саха-Якутия. Хочу передать вам большой привет и поздравление от министра Савинова Александра Александровича. Сегодня, к сожалению, совпало так, что в Государственном собрании Илтумен проходит заседание Госсобрания по поправкам в бюджет. Очень важное совещание, где все министерства борются за то, чтобы именно их поправки были приняты на этом собрании. Мы очень благодарны Елене Христофоровне, что, несмотря на это, она смогла посетить наш съезд, поприветствовать всех нас и поздравить. Хочу сказать о том, что указом главы Республики Саха-Якутия Александром Сергеевичем Николаевым в 2018 году, 30 декабря, было создано наше министерство. Это новое министерство, и нам переданы полномочия из других. Предыдущим, когда существовал Госкомитет по делам Арктики, некоторые полномочия перешли также от Министерства по развитию гражданских инициатив, а затем Министерства внешних связей делам народов. И сегодня мы занимаемся формированием нашего нового министерства. Также хочется отметить, что указом главы Республики в 2014 году, 19 марта, был объявлен Днем Арктики в Республике Саха-Якутия. И этот день для нас является символом консолидации всех народов севера, поддержки развития арктических и северных районов Якутии. И очень символично, что сегодня наш Пятый съезд Эвенов Республики проходит именно в эти дни. Юбилейный наш Пятый съезд приурочен к столетию со дня выдающегося человека, оставившего свой особый след в истории эвенского народа, уважаемого и почетного оленевода Момского района Степана Григорьевича Слепцова. Также хочется отметить большую важную роль Ассоциации Эвенов Республики Саха-Якутия, которая на протяжении многих лет занимается возрождением и сохранением культуры и языка своего народа. Осознавая значимость вклада в общественно-политическую жизнь Республики, мы выражаем огромную признательность и благодарность за преданность своему делу, пропаганду культуры и традиции эвенского народа. Здесь уже говорилось о роли наших выдающихся людей, таких как Андрей Васильевич. Мы уже более молодое поколение, конечно же, с большим уважением относимся к нашим выдающимся людям. Это для нас пример для подорожания, и мы надеемся, что вот эту эстафету общественной, государственной деятельности по защите прав коренных малочисленных народов Севера мы достойно примем, достойно возьмем на себя ответственность и будем дальше развивать наши народы. Ну, несколько слов о нашем министерстве еще. Мы сегодня, перед нами стоят очень важные задачи по утверждению стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха-Якутия на период до 2030 года и государственной программы развития Арктической зоны и коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия. Также мы будем вести работу по включению в перечень Арктических районов Арктической зоны Российской Федерации восьми улусов в Якутии. Это Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Оленекского, Среднеколымского и Венебатантайского. Сейчас эта работа проводится с правительством Российской Федерации, находится на согласовании указ о внесении изменений в перечень районов Арктической зоны. Поэтому эту работу мы будем вести. Хотя многие наши муниципальные образования, районы также ставят вопрос о включении, в том числе наши, вот именно Оленские наследия задают вопрос, почему они не входят в эту зону. Поэтому нам тоже стоит об этом задуматься. Это и Тополины в Тампонском районе, это и в Эмеконском районе. Те поселения, которые в принципе в таких же условиях живут, но не включены в перечень вот этих районов. Тоже это для нас повод задуматься. Кроме этого мы принимаем полномочия по проведению этнологической экспертизы, по введению реестра территории традиционного природопользования. То есть перед нами стоят задачи по организации деятельности органов исполнительной власти, муниципальных образований по защите исконной среды обитания. Сегодня промышленное развитие, оно идет. Экономика республики развивается. Вы, наверное, знаете, что по итогам года у нас уже внутренний региональный продукт перевалил уже за 1 триллион рублей. Это большое достижение нашей республики экономической. И это будет означать в том числе новые возможности по развитию социальной инфраструктуры. Вместе с тем, конечно, это промышленное освоение влияет и будет влиять на традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера. И наша задача на современном цивилизованном уровне организовать диалог таким образом, чтобы это развитие в первую очередь шло в пользу тех людей, которые живут в нашей республике, в арктических, северных районах и не только. Везде там, где проживают коренные малочисленные народы Севера, чтобы мы сохранили мир согласия. И все это проходило в рамках существующего законодательства. Нужно сказать, что сегодня перед нами стоят глобальные вызовы не только перед нашим элэнским народом, а вообще перед всеми коренными народами Севера. Вопрос стоит очень серьезно. Каково будущее наших народов? Каким образом мы можем адаптироваться к тем стремительным переменам, которые у нас сегодня происходят? Не потеряется ли наш народ, не исчезнет ли наш народ в таком очень интенсивно, резко развивающемся мире. И, конечно же, наш съезд — это еще раз возможность нам всем задуматься, предложить наши пути решения этих проблем. Потому что все-таки мы считаем, что элэнский народ за эти годы показал свою жизнестойкость. Мы, несмотря на все сложности, сохранили родной язык, мы сохранили оленеводство. Хотя, как уже было сказано, в этой сфере, конечно, у нас сегодня очень большие проблемы. И несмотря на то, что полномочия, которые были в Госкомарктике по развитию традиционных отраслей Севера, несмотря на то, что они переданы в Министерство сельского хозяйства, наше министерство все равно будет в рамках межведомственного взаимодействия с Минсельхозом. Мы будем заниматься тоже вопросами развития традиционных отраслей. Это и оленеводство, и рыболовство, и охоты, и других традиционных промыслов наших народов. И коренных малочисленных народов внесли туда наши предложения, чтобы эта программа действительно стала таким подспорьем для нас для решения общих вопросов. Потому что без финансирования, конечно, будет очень сложно добиться конкретных результатов. Поэтому нам нужно разрабатывать новые подходы, по-новому подходить к решению вопросов, использовать инновационные методы, привлекать молодежь нашу и уже серьезно прорабатывая наши подходы и предложения, вместе, общими усилиями продвигать их на нашем региональном уровне, на уровне федерации. Потому что очень многие проблемы наши, они связаны с федеральным законодательством. Даже начиная от земли, которая полностью находится практически в ведении федеральных органов власти, мы должны, конечно, по многим-многим вопросам отрабатывать на федеральном уровне. Сейчас, вы знаете, идут обсуждения по проблеме определения национальной принадлежности. Для того, чтобы мы могли пользоваться всеми льготами, нам нужно подтвердить нашу национальную принадлежность. И эта работа на федеральном уровне очень серьезно идет. Кроме этого, идут изменения в законодательстве, и наша задача мониторить постоянно все эти изменения и следить за тем, чтобы они не ухудшали положение наших народов. И вносить наше предложение для совершенствования законодательства российского и регионального. Ну, было уже сказано по поводу языка. Сегодня состоялось открытие робиковских чтений в Северо-Восточном федеральном университете. Это тоже очень важный вопрос. И выступая там на открытии, я сказал о том, что нам необходимо все-таки более смело и более масштабно решать эту проблему. Нужно ставить вопрос о том, чтобы во всех муниципальных образованиях, где проживают наши народы и там, где имеются национальные образования, там нужно, чтобы везде языки, официальные языки коренных молчатых народов севера более широко использовались. Там речь идет о создании языковых гнезд. Вот мы до конца, наверное, не прорабатываем именно по языковым гнездам. Их надо реально реализовывать и внедрять во всем. Я, как вы знаете, многие годы работал на международном уровне. Мне удалось побывать в разных странах, увидеть разные методы, подходы. И вот приведу пример Финляндии, Норвегии, да, там в этих поселениях, где живут компактно коренные молчатые народы, они полностью, вот если ты не знаешь самский язык, работу там невозможно найти. Ну то есть требования знания языков вот этих национальных меньшинств. Потом все надписи, все идет на родных языках. Работа органов власти. Везде преподается, все предметы преподаются на родных языках и так далее. Вот нам, мне кажется, надо стремиться к такому. Вот. Ну, много еще мы будем сегодня говорить. Я думаю, что в рамках приветствия я ограничусь этими словами. Мне хочется, чтобы пожелать, чтобы в рамках года консолидации, который объявлен главой нашей республики. Мы надеемся, что совместными усилиями власти и общества сможем добиться укрепления взаимного доверия, взаимовлияния и взаимообогащения в сфере культуры и национальных традиций. И в этом деле хотелось бы отметить огромную роль гражданской активности нашего венского народа за их стремление к развитию. Желаю вам интересных инициатив, воплощения всех поставленных планов, реализации всех решений, которые наш съезд примет. Благополучие, мира и добра. Грян Текан. За неоценимый вклад в сохранение венского языка, культуры и фольклора коренных малочисленных народов севера республики Саха-Якутия, почетная грамота и Министерство по развитию Арктики и делам народов севера республики Саха-Якутия Награждается Бокова Евдокия Николаевна, эвенский мелодист, автор книг, знаток и носитель эвенского языка и культуры. Осенина Дарья Михайловна, народный сказитель архаичного эпоса «Народная мастерица». Почетной грамотой также награждается Осенина Дарья Михайловна, народный сказитель архаичного эпоса «Народная мастерица». Почетной грамотой Министерства награждается Слепцов Владимир Николаевич, старейшина эвенского рода, знаток и носитель языка и культуры, ветеран труда и член общественного движения. За личный вклад в сохранение традиционного уклада жизни и развития культуры коренных малочезетных народов Севера Республики Саха-Якутия, благодарность Министерства по развитию Арктики делам народов Севера Республики Саха-Якутия объявляется Имеевой Виктории Ивановне, директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Березовская национальная школа» имени Ропыка. Благодарность Министерства объявляется Мартыновой Дарье Васильевне, руководителю культурно-образовательного центра Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. За вклад в развитие системы образования многолетний и добросовестный труд, почетная грамота Министерства образования вручается главному специалисту Управления образования муниципального района Момский район Республики Саха-Якутия Савиной Анне Иннокентьевне. Слово для приветствия и вручения наград предоставляется президенту Ассоциации коренных молочительных народов Севера Республики Саха-Якутия народному писателю в Якутии Андрею Васильевичу Кривошаркину. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые делегаты, дорогие друзья, очень отрадно, что за последние годы все сильно акциализировали свою деятельность в нашей этнической ассоциации. Если говорить конкретно о нынешнем годе, то все наши мероприятия целиком и полностью посвящены 30-летию Ассоциации коренных молочительных народов Севера нашей Республики. И этот юбилей мы, как за заключитель в этапе, отмечем в дед ориентировочном 19 декабря этого года. А до этого, как вы сами видите, все наши мероприятия посвящены 30-летию нашей ассоциации. И все мы замечаем, чувствуем общую активность наших северных народов, в том числе, конечно, Авианской Республики. Это завязание для меня стало, вот за все прошлое годы мы прожили свою жизнь не зря, работали все вместе сообще во плавах наших северных народов, в том числе, Авианского народа. Спасибо вам большое за вашу активность, за вашу созидательную заинтересованность и за вашу ответственность. Спасибо. Здорово, Диагубу. Разрушите от ассоциации Авианского народа и от себя лично поздравить со вскрытием 5-го съезда Венгар-Республики Сава, Якутия. У ловко объединенных становятся в съезде собрались неравнодушные люди, настоящие патриоты своего народа, желая вам продуктивную работу, усилить уже наработанные позиции и разработать новый и эффективный метод управления социальной и хозяйственной деятельностью. Мы все близки и по духу, на дороге и по расстоянию рады за вас. И еще раз успехов вам в проведении съезда. Савуровым воздействием, председателем Ассоциации Авианского народа Борис Хаак. Мы проводим в Доме народов Севера, в Зале театра, в Воздачественном театре народов Севера, встречу нашего актива с Михаилом Александровичем Пободаевым, потому что сегодня это мы присутствуем на Вене-то. Мы здесь Савенки, Юкагири, Чукчи, Долганы и туда. Вот как раз мы актив соберем и встретимся с Михаилом Александровичем и этим приявим к нему свое искреннее воздействие. Так что, мы говорим, сами во вторник где-то, где-то часа три, наверное, да? Три часа, так нормально будет с театром, да? Мы говорим за счет зала, это очень важно, существенно будет встреча так. Ну, естественно, я долго говорить не буду, поэтому я позволю мне вручить награду. За заслуги перед Севером медалью Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия награждается Байшева Татьяна Анатолиевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Республика Саха-Якутия награждается Попова Мария Дмитриевна. За активное участие в общественном движении коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия и в связи с 50-летием грамотой награждается Бардеева Анна Платоновна, Союз Эвенов Республики Саха-Якутия. Слово для приветствия и вручения наград предоставляется.